Тайфун, пришедший со стороны Японии, несколько дней бушевал над Приморским краем. Всю свою силу и мощь он растратил там, но и тайге в эти дни хорошенько досталось. Волчица сидела в своем логове и тряслась от страха. Она притаилась там и слушала завывание ветра и грохот падающих деревьев. Надо было как-то выжить в этом аду. Через пару дней ветер почти утих и волчица выбралась из своего убежища. Лес вокруг стал другим. Столько поваленных и вырванных с корнем деревьев. Нужно было пробираться к реке через завал и бурелом. Несколько дней без воды ослабили ее тело и сил почти не оставалось. Наконец, добравшись до реки, она долго и жадно пила прохладную воду. Течение несло вниз какие-то бревна и коряги. Волчица решила отдохнуть на берегу, чтобы набраться сил. Но вдруг в бурлящей воде сквозь ветер она услышала пронзительный лай. Щенок был привязан к старому дереву. Короткая тонкая веревка обмоталась вокруг шеи, а оставшаяся часть зацепилась за корягу. Река поднялась, и пень оказался в воде. Его понесло течением вместе со щенком. Бедолага барахтался, пытаясь выжить, и звал на помощь. Но кто ему здесь поможет? Волчица понимала, что кроме нее некому. Погибнет ведь без помощи. Она быстро перегрызла зубами веревку, удерживающую щенка, и понесла его в свое логово. Малыш трясся от холода и страха. Он был мокрый и напуганный. Уткнувшись носом в теплый меховой живот волчицы и слегка поскуливая, он скоро уснул, согреваемый ее теплом. Волчица долго его вылизывала, как когда-то вылизывала своих детей. Ей стало хорошо и спокойно рядом с малышом. Умиротворение и покой вернулись в ее логово. Но она понимала, что не может оставить его здесь. Якова тайфун застал в тайге, на лесной заимке. Его старая избушка, конечно, не самое надежное укрытие, но ничего не оставалось делать. Это лучше, чем быть застегнутым стихией в лесу. Яков был опытный охотник и знал, как выживать в лесу при особых обстоятельствах. Он родился и вырос в этих краях. Много лет он работал здесь лесником. Но сейчас уже отошел от дел, даже охотиться почти перестал. Старый стал, сентиментальный. Он сидел на крыльце избушки и выстругивал внуку фигурку волка из дерева. Погрузившись в свои мысли, он не заметил, как на поляну, где стояла его заимка, вышла волчица. В зубах она несла спасенного вчера из воды щенка. Малыш слегка попискивал, но почти не сопротивлялся. Он беспомощно висел, поджав свой короткий хвостик. Она долго и пристально смотрела на Якова, как будто гипнотизировала, пока он не оторвался от своих мыслей и не увидел непрошенных гостей. Волчица положила щенка на траву, еще немного постояла, глядя Якову прямо в глаза, как будто хотела что-то сказать, и спокойно ушла в лес. Яков, опытный лесник и охотник, был ошарашен таким поведением дикого зверя. За всю свою долгую жизнь он никогда с таким не сталкивался. Щенок, потеряв из вида свою спасительницу, стал громко кричать, скулить и звать на помощь. Яков подобрал песика, и малыш, почуяв живое тепло, тут же успокоился. Щенка, принесенного стихией и спасенного дикой волчицей, назвали Зевс. Он быстро рос и превращался в мощного, здорового пса с такой же неуемной энергией. Поэтому Яков соорудил для него огромную теплую будку и просторный вольер. Никаких поводков, а уж тем более цепей. Зевс такое не признавал. Первое время после его чудесного спасения, они с Яковом еще какое-то время жили в лесу. Поэтому лес для него стал привычной и знакомой средой. Бывало, что и по несколько дней пропадал в тайге. Зевс стал его верным соратником и помощником. Да и вся семья Якова души не чаяла в этом огромном добряке, особенно внук. Зевс позволял ему делать с собой все, что угодно. Так прошло несколько лет. Этой зимой в тайге были часто слышны выстрелы. Шла охота на волков, популяция которых в последнее время сильно увеличилась. Яков, давно уже переставший охотиться, сильно переживал по этому поводу. Деревню волки не трогали, им хватало пищи в тайге. Только к старости он понял, что охота — это зло, и дикие звери имеют такое же право на жизнь, как и люди. Нельзя убивать животных ради забавы, чтобы просто постелить красивую шкуру у себя в доме. Ему почему-то в последнее время стала вспоминаться волчица, которая когда-то принесла к его избушке маленького Зевса. Как она там? Жива ли? Что-то я к старости совсем размяк, сокрушался Яков. Однажды он заметил, что его собака перестала спать в будке. Более того, Зевс не заходил в нее даже во время сильного снегопада, предпочитая сидеть на улице. Покрытый слоем выпавшего снега, он спал на земле у самого входа в теплую будку. Сперва Яков не придавал этому никакого значения, но затем он понял, что что-то не так. Странное поведение пса насторожило мужчину. У Зевса в будке всегда была сухая постилка из соломы, он любил комфорт и тепло. Решив во всем разобраться, Яков пошел к Зевсу. Он заглянул в конуру и от увиденного буквально застыл на месте. Внутри лежала волчица с маленькими волчатами. Три маленьких серых комочка ютились под теплым животом матери, как когда-то маленький спасенный Зевс. Волчица смотрела на Якова таким же пристальным и внимательным взглядом, как когда-то давно. Яков начал перебирать мысли и пытаться понять, почему она здесь и что вообще происходит. После недолгих раздумий он понял, что Зевс дал приют своей спасительнице и ее малышам, потому что в лесу им угрожала смерть от рук охотников. Никакой агрессии и злобы от нее не исходило. Дикий зверь искал помощи и спасения. Каким образом Зевс это понял и привел сюда волчицу, только одному богу известно. Он делил с ней еду и кров и оберегал от опасности, сидя как верный страж у входа в будку. В деревне ее точно никто не будет искать, подумал Яков. Пусть все идет своим чередом, раз так угодно природе. Через некоторое время, когда волчата подросли и в тайге стало безопасно, волчица покинула свое убежище, так же незаметно, как и пришла. Вот так Зевс отблагодарил свою спасительницу. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.